Добрый день, участники сегодняшнего семинара. Dragon Capital, меня зовут Олег. Я бы сейчас просил всех в целях проверки качества связи поставить плюсики в чат, которые меня слышат, тем самым подтвердив, что вы меня слышите. Да, если у вас будут накапливаться вопросы в процессе нашего сегодняшнего общения, я прошу там в секции «Вопросы» писать. Я буду по мере нашего сегодняшнего семинара пытаться на них подтвердить. Также с нами сегодня работает Руслан Баламан, глава департамента алгоритмической торговли, поэтому часть вопросов касательно стратегий сложного характера использования аукционов, также он примет участие в обсуждении данных вопросов. Поэтому в секции «Вопросы» собственно для вас, оставляйте туда вопросы и пожелания. Спасибо. Так, мы, наверное, поскольку с качеством связи все нормально, мы перейдем к обсуждению сегодняшней темы. То есть семинар будет построен, вебинар будет построен таким образом. Мы поговорим, что такое опцион, какие бывают их типы. То есть от АЗО постепенно перейдем к стратегиям, посмотрим на украинские опционы, на доску опционов, поговорим о базовых стратегиях, чем они отличаются от торговли акций или течом, от чистой стратегии. Ну и как, собственно, в реальностях текущего рынка можно использовать опционы. Чем этот инструмент может быть интересен для типичного клиента ритейла. Итак, у нас один человек, который поставил минус. Назар, вы меня не слышите, не видите? Как в вопросе? Добавляются постепенно люди, вроде все слышат нормально. Назар, какие-то технические проблемы. Назар, если можно, напишите что-нибудь по поводу качества связи. Вот мы хотим, чтобы у всех была возможность нас видеть и слышать. Хорошо. Мне для показа слайда сейчас не видно, да? Видно, да? Итак, вот, в принципе, расписание нашего самозанятия. Быстренько просмотрите, пожалуйста. В процессе к ним можно задавать стоп-терейные вопросы. Итак, собственно, что такое опцион? Опцион – это дериватив, производный финансовый инструмент, который дает право покупателю. Вот, продавец опциона берет на себя обязательства. Эти обязательства, эти права касаются определенного базового актива, которым в Украине основным является фьючерс на индекс украинской биржи. То есть, изменения фьючерса лежат в основе изменения опциона. Таким образом, наши сделки по опциону являются ничем иным, как нашей ставкой на ожидаемое движение по фьючерсу. Собственно, мы определились с базовым активом. Теперь остальное базовое понятие – это цена strike. Цена strike является определяющей для игроков опционных стратегий, потому что поведение рынка или же цена фьючерса на индекс украинской биржи по отношению к цене strike, она и определяет, зарабатываете вы или на вашей позиции, или же теряете. Для покупателя опциона call – это чек, который делает ставку на рост стоимости фьючерса на индекс украинской биржи, strike является цена, у которой он приобретает этот фьючерс. Следственно, прибыль покупателя опциона call формируется, если в текущий момент рыночная цена на фьючерс выше, чем цена strike. А прибыль определяется как разница между ценой на фьючерс и ценой strike. Для опциона эта схема наоборот, покупатель опциона заинтересован в снижении цены. Таким образом, если цена опускается, покупатель этого опциона, он реализует свое право купить опцион по более дешевой цене, или же продать его по более дорогой цене. Давайте посмотрим на классификацию опционов. У нас есть опционы двух типов, опцион call и put. Мы уже затронули эту тему. Опцион call – это право для покупателя совершить сделку покупки по цене strike. И покупатель заинтересован в том, чтобы рыночная цена на момент экспирации такого опциона, она была выше, ниже ли цена strike. Put – это ставка на снижение рынка. То есть, логика совершенно обратная. Касательно видов опциона. Здесь два вида – европейский и американский. Сейчас более детально к этому подойдем на следующем слайде. Способы расчета – традиционный, фьючерсный. В виде базисных активов могут выступать различные активы. Это валюты, индексы, фьючерсы, различные товары. Так званые категории комморидис. Двигаемся дальше. Визуально, пожалуйста, просматривайте слайд. Если есть вопросы в процессе, то прошу писать. Да, краткая характеристика разницы между американским стилем и европейским стилем опционов. Американский опцион – это именно американские опционы торгуются на украинской бирже. Они могут быть исполнены в любой день до погашения. Европейские опционы исполняются в конкретную дату погашения. Опционы имеют свое определенное значение, сокращенное значение. То есть внизу мы видим UX1000BK2. Это краткое сокращение для опционов. Выше мы видим расшифровку. То есть опцион на значение фьючерса, на декабское значение фьючерса на индекс украинской биржи. Опцион имеет XenuStrike 1000. Этот опцион имеет тип Call с датой исполнения 15 ноября 2012 года. Эта информация также содержится в разделе «Срочный рынок» на сайте украинской биржи. Поэтому там можно также пощелкать, посмотреть, какие есть опционы. Опционы есть как минимум несколько. Во-первых, два типа – это Call и Put. Во-вторых, опционы на различные фьючерсы. Это фьючерсы декабрьские, то есть месячные фьючерсы, фьючерсы полугодичные. Поэтому исходя из этого растет целое множество опционов. Более того, в зависимости от того, где сейчас находится значение фьючерса на индекс украинской биржи, украинская биржа предоставляет целый спектр страйков. То есть это 5 страйков выше текущего центрального страйка и 5 страйков ниже. Поэтому мы имеем обширное количество опционов. И исходя из нашего ожидаемого поведения рынка, мы можем строить как долгосрочные стратегии, так и краткосрочные стратегии. Стратегии, которые предусматривают активный трейдинг опционами, так и стратегии на определенный период вплоть до погашения. То есть мы ожидаем движения рынка в ту или иную сторону, мы ожидаем получить какую-то прибыль. В то же время именно использование опционов дает нам возможность очень четко просчитать потенциальный риск такой сделки. Теперь прошу обратить ваше внимание на графическое, это идет визуализация наших сделок по опционам, собственно, каким образом формируется прибыль. Итак, слева у нас идет, мы разберем на базовых примерах, это покупка опциона Call. То есть опцион Call дает право покупателю купить опцион после ведомой цены, после нестрайта, и покупатель заинтересован это сделать уже тогда, когда рыночная цена на фьючерс украинской биржи уже выше сам нестрайта. Таким образом, покупатель за свое право платит определенную цену, эта цена называется премия, то есть мы вот видим, таким образом премия является прямым убытком покупателя, это плата за эту сделку. После этого при движении цены базового актива свыше цены страйк у нас еще формируется определенный диапазон цены, на котором мы еще находимся в минимальном убытке. И когда, вот здесь на нашем рисунке мы видим, что цена базового актива уходит в сверхопределенный предел, мы начинаем зарабатывать прибыль. Таким образом, покупка опциона Call несет в себе две позитивные стороны. Первая – это ограниченный риск, риск ограничен только выплаченной премией по данному опциону, и фактически неограниченный потенциал заработка прибыли при растущем рынке. Если говорить о приобретении опциона ПУД, то есть ставка на снижение. Аналогичным образом эта сделка оплачивается в размере премии. То есть покупатель опциона ПУД, он оплачивает премию, при этом заработок начинается, когда цена базового актива уходит ниже цены страйк. Ну, здесь нельзя говорить о том, что это безлимитный потенциал прибыли, но в целом потенциал очень высокий по той мере, сколько дверится цена на базовый актив вниз. Теперь поговорим о том, какие стратегии могут реализовывать продавцы опционов. В чем смысл продажи? Смысл продажи опциона – это, опять-таки, ставка на определенное поведение рынка. На данный момент ставка является более рисковой, поэтому, скажем так, если говорить о том, кто пользуется такими стратегиями, это больше стратегии маркетмейкеров, когда маркетмейкер имеет определенный перевес в понимании рынка, во всяком случае. Физлисты, торгующие опционами, могут тоже реализовывать такие стратегии, но из-за того, что размер потенциальных убытков в таких стратегиях существенно выше, чем размер полученной выгоды, которую мы знали наперед, продав опцион после ведомо известной премии. Таким образом, голые продажи опционов, когда у нас вся стратегия состоит из одного проданного контракта или не из таких проданных контрактов, не являются довольно рисковыми. Поэтому, собственно, пожелание к использованию этих стратегий, это использование их в структурных продуктах. То есть, в этой стратегии желательно присутствие еще какого-то опциона, который будет нивелировать огромный потенциал риска такой продажи. Если более детально, то мы смотрим. При продаже колл-опциона, если когда мы покупаем колл-опцион, это ставка на то, что она будет расти, продавая такой опцион, мы воспринимаем ситуацию следующим образом. Мы ожидаем, что рынок будет находиться или в флете, или рынок будет снижаться, но точно не расти. Таким образом, давая кому-то право купить вот такой опцион, мы получаем за него премию. Если же рынок будет расти, то в этом случае потенциал нашего убытка довольно-таки большой. Продажа опциона PUT является обратной стороной покупки опциона PUT. Продажа опциона PUT – это ставка на растущий рынок. То есть, если рынок растет, то фактически мы начинаем зарабатывать прибыль. Не зарабатывать прибыль, мы получили свою премию, и мы ничем не рискуем. Если же рынок падает, то вполне реально, что после снижения цены базового актива ниже цены PUT покупатель опциона PUT может затребовать от нас расчет. И в таком случае та цена, по которой покупатель опциона PUT затребует исполнение опциона, она определит размер нашего убытка. Поэтому еще хочу раз напомнить, что продажа опциона PUT сама по себе, она является стратегией с ограниченным потенциалом прибыли и довольно большим потенциалом возможных убытков. Собственно, как отображаются опционы? Здесь есть визуальное представление, но мы сейчас посмотрим более детально в квике. Я вижу, у нас по-прежнему есть опять же микроиндустрия со связью. Вроде как решаемся. Все-таки я это покажу в более детальном в квике. Я хочу перейти немножко дальше. Каким образом формируется цена на опцион? Если на пальцах объяснить, значит у нас есть две составляющих цены опциона или две составляющих опционной премии. Первая – это внутренняя стоимость. Она является как раз разницей между ценой базового актива и ценой исполнения опциона, то бишь страйком. Поэтому, когда мы смотрим на то, какие есть в рынке страйки, предложенные биржи и рассчитанные биржи, и на текущее значение фьючерса, по которому мы рассматриваем торговлю опционами, таким образом разницу мы определяем как внутреннюю стоимость опциона. Однако, если посмотреть на рассчитанную теоретическую саму биржи, она может отличаться и довольно существенно. Вот это различие как раз есть временная стоимость опциона, и чем ближе к погашению опцион, тем вот эта доля временной стоимости меньше в составе теоретической стоимости опциона. Вот у нас есть табличка такая, здесь есть четыре различных страйка. Наиболее близкие к нашему текущему рынку – это 800-й страйк. При цене базового актива – 890, то есть рынок стоит выше, чем этот страйк. Это позиция интересная для людей, купивших опционный кол. Мы видим, что при текущих раскладах, если вы будете совершать сделку, у нас цена за такую сделку составит 94 гривны, из которых 90 является внутренней стоимостью, и 4 гривны – это временная стоимость. Временная стоимость будет уменьшаться со временем, возможно, если рынок останется на текущих котировках, то через неделю или две мы увидим, что теоретическая ценная опциона уже будет не 94, она уже будет ближе к 90, вот за счет того, что временная стоимость играется с временем. Вот такая визуализация, то есть мы имеем изгиб прибыли, который смещается влево на размер временной стоимости. Таким образом, себестоимость, или же возможность быстрее выйти в зону прибыли, она сдвигается к цене базового актива 890. То есть если вы являетесь чем-то желающим приобрести опционный кол, со временем ваше желание обойдет самым дешевле, чем если вы его реализуете сегодня. Однако мы не знаем о том, какие будут цены через неделю, возможно, рынок переставится существенно выше, поэтому мы будем готовы сегодня заплатить 94 гривны с учетом временной стоимости, нежели ждать каких-то определенных раскладов рынка в грядущем будущем. Собственная цена. Есть известная формула блокошоуза по определенным ценам и опционам. Она базируется на следующих параметрах, которые очень важно понимать, поскольку эти параметры являются в основе планирования всевозможных стратегий. Временная стоимость зависит лишь от времени, а волатильность включена в расчет внутренней стоимости опционов. Это у нас первый вопрос. Можно ли будет получить презентацию? Тоже вопрос был задан. Да, можно. Потом презентацию в формате PDF мы отправим всем желающим. Поэтому я думаю, по итогу нашего с вами общения там у нас есть просьба делать пиар, заполнить какую-то презентацию. Вот я там уточнюю где ее посмотреть. Не презентацию, извините, анкету с пожеланием по поводу семинаров. И параллельно людям, которые это сделают, я думаю, мы по имейлам отправим презентацию сегодняшнего занятия. Так, запуск вебинара тоже вопрос очередной появился. Я думаю, на эти вопросы будет отвечать человек из идеальной пиар. Думаю, что да, возможно. Вот я буду отвечать вопросы, которые касаются опционов. Мне будет помогать Руслан. Да, Руслан уже отнес свое коррективу. Вот так выглядит модель блока Шоуза. Возможно, для людей-математиков она будет интересна в плане каких-то исследований. Думаю, что для людей практически, которые хотят более просто подойти к использованию опционов только в целях каких-то доходных стратегий, эти все вещи заложены в определенную форму и визуализированы. Об этом мы посмотрим в модуле нашей программы КВИК, которая называется «Стратегия опционов». И там мы посмотрим, как вот эти перемены, они влияют на ценообразование опционов. Да, касательно волатильности. Значит, этому разделу нужно посвятить очень много общения, потому что есть даже определенная стратегия торговли волатильностью. Мы этот вопрос сегодня затронем. Это тоже очень обширный вопрос для изучения. Так, тоже очередной вопрос. Думал, Руслан, попрошу ответить. Вот касательно доходности, реализуемой доходности нашего тренинга опционами. Вот, поделиться своим опытом, возможно, в формате ответа позже вебинар или в формате там каких-то прописанных на ответы. Итак, волатильность. Есть историческая волатильность. Эта волатильность как раз и усчитывается при расчете теоретической цены биржи. Есть определенные, опять-таки, формулы. Эти формулы прописаны в мануалах и есть на сайте украинской биржи в разделе «Срочный рынок». То есть можно ознакомиться, как считается историческая волатильность. Вот. И есть реализуемая, или так звано подразумеваемая волатильность. Вот, собственно, вот этот параметр, да, он исчисляется, исходя из тех цен, которые выставляют на приобретение или продажу тех или иных опционов в рыночные игроки. Вот. В зависимости от того, какая историческая волатильность и волатильность предложена рынком, вы можете принять решение о том, что опцион выглядит дешевым для приобретения или же дорогим. Если он выглядит дорогим, есть смысл его продавать. Если же он выглядит дешевым, есть смысл его покупать. Ну и подобные другие размышления касательно волатильности. Да, вот модели для оценки волатильности. Опять-таки, это всего лишь часть теории, которую можно запомнить. Вот мы будем более практические вопросы размышлять. Опционы и моменты, когда вы можете понять, что вы зарабатываете деньги. То есть опцион в деньгах, это опцион, при котором, если вы были покупателем опциона кол, то есть сделали ставку на рост рынка, то об этом опционе можно сказать, что этот опцион в состоянии в деньгах, когда цена базового актива, то бишь цена на фьючерс, превысила цену страйк. Таким образом, вы начинаете входить в зону прибыли, вы увидите позитивный баланс вашего счета. Это значит, что ваш опцион уже в деньгах. Другой момент. Опционы около денег. Это ситуация, когда цена базового актива коллегится возле цены страйка. И цена, ситуация опцион вне денег, это ситуация, при которой цена на базовый актив находится очень далеко от страйка и в негативной плоскости. То есть вы на этом опционе пока не зарабатываете в арморжу. С другой стороны, опять-таки, для активных торговцев опционами, опционы, которые далеко вне денег, эти опционы могут стоить копейки. При этом, когда базовый актив после цены приближается к цены страйка, пускай даже он далеко от него, но он двигается в правильном направлении, то вы можете зарабатывать торговые опционы. Потому что из копеечной стоимости эти опционы могут набирать более высокую стоимость, дорожая в существенной единице процента. То есть это может быть 20%, подорожая на 30%. Таким образом, вам нет смысла ждать ситуации выхода в деньги. Вы можете просто реализовать свое право продать такой опцион, который стоит дороже, чем вы его купили. Да, Руслан, он делится статистикой доходности по опционам. Касательно некоторых базовых аспектов торговли, то есть как и при торговле фьючерсами, возможно, многие из вас уже попробовали торговать на срочном рынке, на фьючерсной секции, вармажа тоже считается ежедневно, дважды в день. Она считается на основании расчетных цен опционов, которые фиксируются в час, в днях и по закрытию рынка. Теоретическую цену дает биржа, резервируется вармажа во время клиринга. Поэтому при торговле акционами, как и при торговле фьючерсом, нужно высчитывать размер гарантийного обеспечения. Естественно, у вас должен быть запас свободных денег, для того, чтобы покрыть еще очень высокие скачки волосильности в стоимости опциона. Касательно премии и ДУ. Да, мы торгуем маржируемыми опционами, то есть премии не начисляются сразу, она распределяется в параллельном течение всего периода удержания опционной позиции. И при покупке-продаже гарантийное обеспечение резервируется на счетах как покупателя, так и продавца. Да, то, что, возможно, для многих людей со стороны звучит довольно сложно, греки, это показатели, которые нужны, наверное, более активным трейдерам, опционным трейдерам, которые, например, торгуют волатильностью. Это четыре параметра, их на самом деле пять, но наиболее используемые являются четыре, на основании которых можно делать более сложные стратегии, в то же время более защищенные стратегии. Но если по порядку дельта, ее же называют коэффициент хеджирования или же экспозиция еще, дельта это показатель скорости изменения опциона на изменение базового актива. Ну, также я слышал версии, что, допустим, некоторые игроки относятся к дельте как вероятности того, что опцион окажется в деньгах. Чуть-чуть более детально о дельте я скажу, когда мы рассмотрим торговлю волатильностью. То есть дельта, запоминаем, это скорость изменения премии опциона по отношению к изменению базового актива. Второе по значению, наверное, это стоит назвать тета или же скорость временного распада. Собственно, временная стоимость опциона определяется вот этой тетой. Если мы видим тета сегодня, на сегодняшний день тета там пишет число 2, это значит, что в составе стоимости, теоретической стоимости премии 2 единицы, это как раз и есть вот эта расчетная величина, которая завтра уже будет, возможно, меньше. Поэтому чем ближе опцион к истечению срока, тем вот этот тетя должно становиться меньше. Что он означает? Это скорость изменения премии опциона по отношению к времени истечении. То есть на протяжении всего времени тета является тоже изменчивой величиной, и она будет уменьшаться, чем ближе мы к истечению опциона. Гамма. Гамма – это скорость изменения дельты. То есть если дельта – это скорость изменения премии по отношению к изменению базового актива, то опять-таки дельта не является постоянной переменной. Гамма – это та переменная, которая отвечает за дельту. И в каком контексте можно эти вещи анализировать? То есть, если дельта является коэффициентом хеджирования, и она помогает людям, которые делают сложную стратегию. Ну, допустим, мы покупаем опцион кол, делая таким образом ставку на рост рынка. И параллельно мы можем, допустим, открывать короткие позиции по тому же фишесу и быть рыночно нейтральным. Как зарабатывать на этой стратегии, расскажу дальше. Но вопрос о том, что в основе этой стратегии есть два используемых инструмента. Первый – это опцион, второй – это фьючерс. Делая разнонаправленные сделки, мы находимся нейтральными к рынку, поэтому куда бы ни двигался рынок, мы не теряем деньги. Но это на первый взгляд в этом случае. Таким образом, дельта или коэффициент хеджирования, она отвечает за количество фьючерсных контрактов, которые нам нужно купить, вернее, продать, чтобы привести нашу стратегию к дельта нейтральному. Или же ликвидировать возможные последствия удержания купленного кол опциона. Поскольку, как я уже заметил, дельта является переменной величиной, то нам постоянно нужно, чтобы поддерживать дельта нейтральность нашей стратегии. Опять-таки, как мы заработали на такой стратегии, я объясню чуть позже. Но, чтобы иметь постоянный контроль за дельта нейтральностью нашей стратегии, нам нужно реагировать на изменчивую дельту. И вот именно гамма – это и есть показатель, который говорит нам о том, насколько быстро готова поменяться дельта в текущий момент. И когда опцион находится в ситуации около денег, в этих моментах как раз гамма очень высокая. То есть, опцион очень быстро реагирует на изменение стоимости базового актива. Это дельта. А гамма, она тоже набирает очень большие значения вот в этих моментах. Поэтому изменяющаяся гамма, она говорит вам о том, что вам следует принять решение и сделать определенные сделки. Ну, например, там, если вы продавали фьючерс, а цена базового актива фьючерса растет, то вам нужно добавить коротких фьючерсов. И таким образом выровнять дельту вашей стратегии. То есть, это если так, в общем, очертить характер значения этой гаммы. Дальше мы перейдем к более детальному ее обсуждению. И хочу тоже, в том числе, поговорить о веге. Вега – это параметр, который говорит о чувствительности премии акционов к изменению волатильности. То есть, как я уже сказал, есть у нас исторические параметры волатильности, есть волатильность, подразумеваемая по котировкам, выставленным игроками рынка. Именно таким образом вега – это и есть параметр чувствительности того, как поведет себя цена акциона, зависимо от растущей или падающей волатильности. Как я уже сказал, есть игроки волатильности, и для них этот параметр тоже имеет большое значение. Так, у нас пока все вопросы. Все вопросы, получаются и ответы. Да, если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Так, торговлю волатильностью мы, наверное, к ней перейдем в заключительном этапе. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на функционал КВИКа. Сейчас, секундочку. Я хочу показать диску опционов и разработчик стратегий, которые помогают все вышесказанное визуализировать, понять их смысл и в более простом формате посмотреть, как можно пользоваться различными опционными стратегиями. Скажите мне кто-нибудь, видно ли мой сейчас терминал КВИК? Так, я понял, все, спасибо. Сейчас мы переключимся, секунду, пожалуйста. Да, одну секундочку, сейчас маленькая пауза. Я сейчас переключу просто на терминал. Так, коллеги, зайти, помогите мне сделать переключение на терминал КВИК. Так, коллеги, зайти, помогите мне сделать переключение на терминал. Господа, если есть пока вопросы по вышесказанным, а по теории, вы, пожалуйста, пишите. Сейчас маленькая пауза, мы посмотрим это все в клике. Пауза, мы посмотрим это все в клике. Субтитры сделал DimaTorzok Таблица опционов по столбикам подробно. Да, мы сейчас это покажем. Я говорил о дельте в контексте дельта нейтральных стратегий. Когда мы пользуемся тем, что по мере движения цены на фьючерс и имея определенную хеджирующую позицию во фьючерсе по отношению к опциону, опцион набирает, он меняет дельту. Таким образом, наша стратегия перестает быть нейтральной. То есть, если мы купили опцион кол и шортили фьючерс, опять-таки, сколько фьючерсов шортить, чтобы нейтрализовать наш опцион кол? А дельта, именно значение дельты, говорит, что, допустим, при дельте 0.55 и опционе, который, грубо говоря, отвечает за 100 фьючерсных контрактов, где у вас надо, мы должны хеджировать данную позицию продажей 55 фьючерсов. Тем не менее, когда цена на фьючерс начинает расти, получается, что мы зарабатываем на опционе... Помогай, пожалуйста. Одну секунду. Продолжение следует... 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 То есть это торговый терминал КВИК, появился КВИК, отлично. Поскольку там... Да, спасибо, я понял, что все видят, это отлично. Руслан там продолжил обсуждение вопроса Дельты, и я вижу необходимость в данном контексте перейти к торговле волатильностью, а потом уже посмотреть график КВИКа. То есть там у меня слайд остался, чтобы все поняли значимость Дельты. Я, наверное, сразу же и подытожил. О чем, собственно, идет речь? Значит... То есть там у меня... То есть там у меня... Хорошо. Я думаю, что я понял... Продолжение следует... Нет, все нормально, мы уже все вернулись. Значит, мы на КВИК сейчас посмотрим, просто торговля волатильностью является такой же важной стратегией, как и все остальные. И, возможно, для большинства из вас она подойдет больше, чем все остальные. Почему? Потому что фактически беспроигрышная стратегия, в рамках которой вы можете небольшими кусочками фиксировать постоянно прибыль. И здесь важное внимание стоит уделить той же самой Денте. Чтобы мы разобрались с Дентой, давайте обратим внимание на такой теоретический график, который можно потом применить к украинской бирже и двум инструментам. Это опционный фьючерсный контракт и базовый кив, собственно, фьючерсный контракт. То есть, вот если обратите внимание на два рисунка, мы видим такой изгибающийся профиль цены опциона и прямая пунктирная линия, которая говорит о стоимости цены на акцию. Ну, пускай вместо акции мы рассмотрим фьючерсный контракт. Как вы видите, здесь прямая линия, а опциона изогнутый профиль. О чем это говорит? Что если мы находимся в точке B, мы купили опцион и захеджировали этот опцион продажи фьючерсного контракта, или вот вышли на вот эту дельта нейтральную стратегию, то при движении цены этой акции вверх, ну, говорим опять-таки обстрагируемся, говорим о фьючерсе, да, у нас опцион в некоторый момент начинает формировать прибыль. Он сильно резко отрывается вверх. То есть, если мы имеем короткую позицию по фьючерсу, то при движении вверх мы начинаем нести здесь убытки. Но в то же время по опционному контракту, да, мы имеем прибыль, которая перевешивает убытки по позиции короткой во фьючерсе. Вот, и вот если сравнить, да, у нас есть разница чистая прибыль по опциону, которая превысила потери по фьючерсной позиции. За счет чего формируется вот такое нисхождение? За счет того, что дельта, отвечающая за коэффициент хеджирования, да, она увеличивается по мере роста цены фьючерса и того же самого значения опциона. Вот, то есть, дельта является переменной величиной, и за счет именно этой дельты мы начинаем больше зарабатывать на длинном опционе по ходу роста фьючерса. А хеджирующая позиция в данный момент, она нам переносит меньше убытка. Таким образом, двигаясь вверх, цена приносит нам прибыль по опциону. Теперь, если же цена двигается вниз, в данный момент мы видим, что убытки по опциону колу, они становятся меньше, чем прибыль по коротким фьючерсным контрактам. За счет чего? За счет того, что по мере снижения цены наш купленный опцион колу становится все дешевле. И дельта этого опциона, она становится меньше, она уменьшается вплоть до нуля. Поскольку дельта у нас отвечает за экспозицию, то есть, в точке B у нас купленный опцион полностью хеджировался проданными фьючерсными контрактами. То по мере снижения цены базовой активы на фьючерс, у нас эта экспозиция стала меньше. Получается, что проданные фьючерсные контракты у нас перевешивают опцион, то есть, дельта опциона стала меньше. Это очень интересная ситуация, при которой получается, что по мере роста рынка мы добираем длинных позиций по фьючерсу, поскольку мы владеем опционом колу. И наоборот, когда рынок снижается, то вроде наша экспозиция по длинному фьючерсу, она становится меньше. В то же время мы начинаем зарабатывать больше денег на коротких фьючерсах. Если посмотреть на график ниже, чистая прибыль, у нас такой изогнутый профиль горизонтальный, мы видим, что по мере отдаления от точки B, право или влево, то есть, это движение рынка вверх или вниз, у нас опцион в правой части приносит больше прибыли, чем убытки по фьючерсным контрактам, которые мы вшартили. И при снижении цены, получается, убытки по опциону меньше, чем накопленная прибыль по проданным фьючерсным контрактам. Это, казалось бы, очень простая стратегия, если бы не некоторые моменты. То есть, в этой стратегии, куда бы рынок ни двигался, мы, получается, по-любому зарабатываем деньги. В теории это так, на практике есть определенные нюансы. Во-первых, до каких пор нам стоит находиться в этой стратегии, безусловно, логично будет закрыть и опционный контракт, и фьючерсный контракт, когда мы отдалились или влево, или вправо от точки B. Но, однако, таким образом, получается, стратегия у нас разовая. То есть, мы использовали ее, и по мере того, как мы закрыли обе позиции и по опциону, и по фьючерсу, нам нужно придумывать какие-то новые материальные стратегии, стренды, стренды и так далее. Однако, здесь мы говорим о конкретной одной стратегии, которая может стать для вас базовой стратегией. То есть, вы можете экстрагироваться от всех остальных и заниматься торговлей волатильностью. Она состоит в том, что эта стратегия не заканчивается по мере отдаления вправо или влево от точки B. То есть, если мы удалились в право от точки B, мы уже имеем определенную накопленную прибыль по опционному контракту и определенные убытки по проданным фьючерсам. Смысл этой стратегии в том, чтобы на каком-то этапе, когда мы уже в зоне прибыли, допустим, это правая часть от точки B, мы наращиваем короткую позицию по фьючерсу, поскольку у нас уже сменилась дельта. Для того, чтобы вернуть нашу стратегию в дельта нейтральной, нам нужно добрать короткую позицию во фьючерсе. Ну, например, если у нас изначально дельта была 0,5, то есть на 1, допустим, на 10 опционных контрактов, купленных колов, нам нужно было продать 50 на 10,5, получается 5 фьючерсов, да, то при достижении дельты на 6, это уже должно быть не 5 проданных фьючерсов, а 6, то есть мы должны по мере отдаленной точки B права заширкить еще один фьючерсный контракт. При этом, получается, мы уже имеем накопленную прибыль по опциону, и мы добавляем один короткий фьючерс по более высокой цене. Смысл этой стратегии заключается в постоянном вбуждении цены, влево, вправо и так далее. То есть это стратегия, которая направлена больше не на тренд, а на ситуацию, когда мы не делаем ставку на какой-то определенный сценарий, то есть нам важно постоянное изменение цены. На каких этапах производить вот это так званное рефиджирование, то есть прибавление фьючерсных контрактов или добор коротких позиций по фьючерсу, это сугубо дело каждого. То есть вы можете подождать ситуацию, когда дельта станет очень большой, и размер накопленной прибыли по опциону будет очень большой. С другой стороны, мы же не знаем, на каком этапе цена развернется, то есть вы можете себе закладывать опять-таки уже какой-то сценарий движения цены фьючерса, но нас вполне устроит и минимальные изменения цены. То есть как только мы отдалились от точки B, достаточно вправо или влево, и у вас уже формируется прибыль, допустим, на опционе, если цена отдалилась вправо, мы открываем короткую позицию по фьючерсу по более высокой цене. И пускай после этого цена на фьючерс вращается обратно к точке B. Получается, что в точке Z, которую вы сейчас видите на презентации, она находится справа, мы уже именно в этой точке, мы как бы зафиксировали прибыль. Почему? Потому что будучи прибыльными в опционе, мы открыли дополнительный фьючерсный контракт по более высокой цене. То есть мы стратегию вернули в дельта нейтральной, продав опцион, продав фьючерсный контракт выше, чем изначально открытая стратегия. При движении цен на фьючерс обратно к точке B, получается, что наш однажды проданный фьючерс начинает зарабатывать нам деньги. То есть получается, что изогнутый профиль нашей прибыли, он уже не такой горизонтальный, мы его сдвинули практически, точка B переместилась в точку Z. Таким образом, при движении цен на фьючерс от точки Z к точке B, мы несем как бы убытки, начиная с этой точки, мы несем убытки по нашему опциону, но в то же время мы несем прибыль по фьючерсному контракту, по одному короткому фьючерсному контракту. Таким образом, смысл этой стратегии, он заключается в том, что мы постоянно делаем рефиджирование. Вот это рефиджирование является основой торговли волатильности. Когда благодаря изогнутому профилю опционов и прямому профилю изменения цены на фьючерс, или акции, или будь то любой другой базовый актив, мы выиграем за счет постоянного рефиджирования. То есть мы постоянно добавляем коротких позиций при росте цены, и мы выкупаем эти короткие позиции, набираем новые позиции по акциям, по мере снижения цены. То есть таким образом, мы всегда находимся в выигрышном положении. Мы зарабатываем за счет рефиджирования, открывания новых позиций по фьючерсному контракту. Во-вторых, мы это делаем на фоне того, как рынок движется в нашу сторону. То есть довольно просто открывать короткие фьючерсные позиции в то время, как рынок растет. То есть вы без проблем выставляете оффер в рынок, и рынок забирает ваш оффер. Это вообще не та ситуация, когда рынок валится, и вы хотите успеть выставить продажу фьючерса. То есть смысл постоянного рефиджирования и торговли волатильностью – это использование, во-первых, профиля опциона, который является нелинейным. Во-вторых, это произведение сделок в противоположном к рынку направлении. Это продажа на растущем рынке фьючерса и покупка фьючерса на снижающемся рынке. Вот такие нюансы я хочу как бы заметить для вас. Ну, наверное, если сейчас по этой части более-менее все понятно. Да, если есть вопросы, я прошу писать. Здесь Руслан может очень помочь. В принципе, Руслан торгует волатильностью. Мы перейдем тогда на показ таких базовых стратегий в квике. Да, вот последний слайд, собственно, по рефиджированию. Получается, торговец волатильностью – это чек, который зарабатывает за счет постоянного изменения цены. Мы имеем точку Б, которая может повторяться многократно. То есть, если она двигается вокруг одной точки, то, скажем так, мы производим постоянное рефиджирование, продавая фьючерс дорого, откупая его дешево и постоянно пытаясь удерживать вот эту дельта-нейтральную стратегию. А чтобы она была реально дельта-нейтральной и соблюдая все вышеизложенные правила, нам нужно постоянно обращать внимание на дельту. То есть, дельта поменялась, это значит, что, возможно, на этом этапе нам уже стоит произвести опять сделки с ючерсом. То есть, или добавить короткие позиции, или же прикрыть эти короткие позиции. Опять-таки, не обязательно говорить о том, что этой точкой Б может выступать, вот как мы видим на графике, цена 99 долларов за акцию. То есть, эта точка Б смещается в зависимости от того, на какой ценовой отметке вы произвели рефиджирование. То есть, вот на каком-то этапе вы заработали на опционе, посмотрели на дельту, добавили короткие позиции по фьючерсу. Все, точку Б вы сместили именно вот в это место, место, когда вы произвели рефиджирование. Отсюда мы продолжаем далее торговать волатильностью. Так, пока Руслан отвечает на вопросы. Вот, да, если у вас есть вопросы, пишите дальше. Вот, мы сейчас посмотрим на... Мы сейчас посмотрим на... На квик. Так, внимание, я вижу свой квик в терминале трансляции. Если вы видите, это прекрасно. Если не видите, ставьте минуса. Но я думаю, что видите. Так, собственно, да. Как выставить себе возможность видеть опционы? В меню квика, вверху, торговля. Есть отдельное меню опционы. Да, еще раз попрошу. Если кому-то не видно, то пишите минус. Если видно, я так понимаю, что мы работаем дальше. Опционы и доска опционов. Щелкаем доска опционов. Вот, как я уже говорил, опционов в большом ворсии. Это связано с тем, что есть опционы call put. Это связано с тем, что различные даты экспирации. Это связано с тем, что различные базовые активы. Базовые активы, это, допустим, вот, как минимум, два различных фьючерса. С истечением 15 ноября и 17 декабря. Вот, я бы добавил 15-го, 11-го. Ну и основные категории и параметры, на которые стоит обратить внимание. Вот я их выделил справа. Это спрос call, предложение call, теоретическая цена call, strike, теоретическая цена put, спрос на put и предложение на put. Вот, мы формируем таким образом вот новую табличку. Так, секундочку. Михаил, напишите, что не ясно, возможно, я довольно быстро говорю. Так, секундочку. Так, мой экран на кейпе видно нормально, да? Все нормально, хорошо. Вот, то есть давайте посмотрим на доску опционов. Значит, у меня слева есть доска опционов, это на квартальные опционы и доска опционов справа месяц. Да, посредине доски опционов идет набор различных страйков. То есть есть центральный страйк в данный момент, это 850, и от него там равноудаленные страйки с шагом 50 пунктов. Вот, на сайте Украинской биржи, кстати, да, есть тоже раздел срочный рынок, и там можно увидеть концентрацию интереса покупателей, продавцов по опционам call, по опционам put. Довольно важная информация для людей, которые хотят там на ближайшее время определить для себя, куда будет двигаться рынок. Вот, там есть и званый тоже центральный страйк, это пересечение максимального интереса покупателей, продавцов определенного опциона. Вот, собственно, к моменту экспирации опциона рынок будет стремиться к данному показателю. Особенно, если там набраны довольно большие позы. Вот, поэтому это важная информация для того, чтобы освеживать движение как опционов, движение фьючерса. Вот, ну и в целом, поскольку мы видим, что наш споттеринг тоже очень сильно завязан на торговой опционе, ну, допустим, когда мы видим очень резкий вынос значения фьючерса вверх, после этого или же перед этим происходит маркировка рынка по аферам. То есть у нас в данный момент уже довольно давно удерживаются большие спреды между бидом и опером по основным веклинным эмитентам. Вот, поэтому происходит маркировка рынка по аферам, таким образом поднимается значение индекса украинской биржи. Параллельно с этим происходит скобка с аферов значения фьючерса, и это очень резко влияет в свою очередь на значение опциона. Вот, если смотреть на доску опционов, то есть я вот вот скриптровал, сейчас мы смотрим с левой стороны, это кол, опционный кол. Мы видим там спрос на опционный кол с 850 страйком составляет 48,3 гривны, предложение это 50,7, при этом теоретическая цена, которая как раз и включает временную стоимость, у нас составляет 49,1. Таким образом рыночные игроки выставляют свои котировки, это 48,2 и 50,7, чтобы купить или продать опционный кол с 850 страйком. То есть если мы попробуем провести сделку после не 48,2, то есть на нашу встречную заявку по приобретению этого опциона со страйком от 750 после не 48,2, придет какой-то продавец, то мы получим право исполнить этот опцион и мы будем пользоваться этим правом, когда цена по данному опциону превысит определенную величину. Как понять, что это за величина? Фактически эта величина составит 899 гривен. То есть себестоимость наша составляет разницу между ценой страйк и рыночной ценой, плюс теоретическая стоимость, которую мы за эту возможность заплатим. Поэтому, грубо говоря, начинать покупать опционный кол с 850 страйком, есть смысл, если мы ожидаем, что рынок сдвинется как минимум в сторону 900 пунктов. Это если мы закладываемся на какой-то определенный сценарий рост. Если же говорить о возможности использования стратегии торговой волатильностью, то, собственно, здесь особого значения нет, но важно, чтобы опцион был недорогой как минимум, чтобы заплаченная стоимость компенсировалась, как и так, наш небольшой расчет по движению цены, но важно, чтобы цена, в всяком случае, двигалась, пускай это не будет очень обширный диапазонный движение, важно, чтобы цена не стояла на месте, потому что, покупая опцион, мы платим, в том числе, и временную стоимость. И чем дальше этот опцион, то есть мы хотим играть в долгосрочном периоде, то тем больше значение этой временной стоимости. Опять-таки, если вы посмотрите на доску опционов, мы видим концентрацию спроса и предложений к центральному страйку, и там, грубо говоря, с удалением на 4-5 других страйков, там еще присутствуют и покупатели, и продавец. По другим страйкам концентрация спроса и предложений очень далекая, то есть люди, как бы, не имеют каких-то долгосрочных взглядов на страйки, там, 200-250, то есть мало кто верит в такую ситуацию, поэтому люди там даже не работают. В целом, можно сказать, что да, наш рынок опционов не самый ликвидный, но поэтому смысл торговать, наверное, все-таки, опять-таки, в рамках того, что делает рынок, то есть в небольшом издалении по центральному страйку. Аналогичная информация касается опционов ПУД, то есть в красной секции диски опционов, мы торгуем опционов ПУД на те же самые страйки, здесь мы видим, что, допустим, цена спроса в данный момент это 71.1, продавцы стоят по 73.5, и ввиду многих параметров, о которых мы говорили, это 5 различных параметров, то бишь греки, они определяют ситуацию по теоретической цене. Сюда включается также время до погашения, стоимость базового актива. Как видите, эта теоретическая цена, она постоянно меняется в ответ на изменения цены фьючерса. Поэтому, исходя из этой цены, на нее и ориентируются другие рыночные игроки. То есть мы видим BIT 71.1 и OFFER 73.2. Информация меняется довольно быстро. Теперь же, в принципе, с доской опционы, если все более непонятно, то есть это цифровое отображение информации. Да, если посмотреть еще, еще нюанс такой, то есть посмотрите, как резко меняется цена. То есть если проследить спрос, спрос на опционы call, то есть самый крайний левый стойбик, и по мере увеличения страйка эта цена очень резко падает. То есть опционы далеко вне денег, они практически ничего не стоят. Самая минимальная стоимость, как видите, это 50 копеек при страйке 1250. То есть мало кто верит в то, что рынок способен вырасти свыше вот этой величины на протяжении жизненного цикла этого опциона. Поэтому здесь практически отсутствуют рыночные игроки, очень низкая стоимость. Вот поэтому с этим страйком мало кто играет. В то же время вероятность того, что цена на фьючерс превысит 850 или 900 пунктов довольно большая, поэтому опционы, если их рассматривать как возможность сделать ставку на движение рынка выше вот этой отметки, они здесь стоят существенно больше. Поэтому для людей, которые не делают каких-то прогнозов, а в целом пытаются торговать, они могут работать в том числе и с дальними страйками. Такие опционы очень дешевые. Если же рынок будет подбираться ближе к этим отметкам, то эти опционы могут дорожать в разы. Однако нужно сделать поправку на то, что количество рыночных участников в этих опционах оно минимально. И на тот момент, когда будет экспирация опционов, если это какие-то короткие опционы, то вы можете остаться в этом опционе, вы не сможете даже никому его продать. Поэтому естественным образом мы видим, что основной интерес рынка это все-таки по ближним страйкам. Так, если с этим все более непонятно, с отображением цифр, мы перейдем, наверное, к рассмотру стратегий. Стратегия визуализирована у нас благодаря модулю стратегия. То есть этот модуль является встроенным в квик, находится в папке front, есть там архив, его распечатаем, то есть этот архив касается определенного модуля работы с опционами. И для того, чтобы дать какое-то визуальное представление по поводу стратегий, значит, мы можем поработать для начала с шаблонами. Допустим, в данный момент выставим шаблон long call. Базовая стратегия, где у нас ограничен убыток, он ограничен размером выплаченной премии. То есть премия на данный момент составляет 49,9. Видно нормально, да, мой монитор? То, что я вижу просто в мониторе трансляции, оно идет с определенной задержкой. Получается, что теоретическая цена в данный момент это при расчете берется цена предложения, даже не теоретическая цена, это рыночная цена. Рыночная цена выставлена определенным игроком. То есть это цена, которую мы заплатим за покупку одного опционного контракта. Стратегия называется long call, то есть это стратегия предусмотрена для рынка, который должен расти. Таким образом, если посмотреть на график, он у нас строит график доходности данной стратегии. При 800-м страйке эта стратегия становится прибыльной, уже когда фьючерс на индекс превышает отметку сейчас секундочку, отметка 800, порядка 830 пунктов. То есть, чем интересна стратегия? Стратегия направлена. Если у вас есть видение, что рынок будет расти, вы можете зарабатывать торгуя, покупая опционный кол, и практически ваш риск ограничен размером выплаченной премии. То есть это 50.7 гривен на один опционный контракт. Размер ожидаемой прибыли может быть очень большим. То есть, если вы видите, при цене опциона, при, вернее, не цене опциона, а при значении фьючерса на индекс 990, мы на каждом опционном контракте зарабатываем порядка 150 гривен. То есть, экспоненциальным образом растет наша прибыль с передвижением фьючерса в нашу структуру. Примерно ради мы можем попробовать другой страйк, не 800, а 850, скажем так. То есть это более близкая к текущему состоянию рынка ситуация. Вот. В данный момент за возможность купить опцион с 850 страйком мы бы заплатили 16,3 гривны за один контракт. Вот. Таким образом, наша точка безубыточности наступила бы при значении фьючерса фактически в 820 чем-то 820 чем-то пунктов. Вот. Даже раньше, чем в предыдущем сценарии. То есть мы приблизились там так к самоисполнению к текущему значению рынка. Вот. Следующая стратегия, то есть это стратегия для растущего рынка. Она простая, она в себя включает сделку только с одним инструментом. Это опцион Call на один из торгующихся данный момент фьючерсов. Попробуем стратегию для падающего рынка. Это приобретение опциона Put. Long Put. То есть, опять-таки, стратегия с ограниченным убытком. Этот убыток это плата за сделку собственно составляет 36,73 гривен. При 850-ом страйке. Как мы видим, если цена уходит ниже, то при достижении цены уровня где-то 800-810, если графически смотреть, 810, даже выше получается. Сейчас я уберу один параметр. Получается, в точку 0 мы выходим при значении где-то 820 по фьючерсу. Следующее снижение фьючерса приводит на зону прибыльности. И, как видите, довольно резко профиль нашей прибыльности довольно резко уходит вверх по мере снижения фьючерса вниз. То есть, это стратегия для медвежьего рынка, когда мы видим, что рынок готовится снижаться, мы за эту возможность платим 37,9 гривен за один фьючерсный, за один официальных контракт. Да, возможность вот этого разработчика стратегии, вот этого модуля, она вам дает возможность проверить вашу стратегию на различных временных промежутках. То есть, во-первых, здесь можно поиграть с волатильностью, если вы ожидаете, что на грядущей неделе или целый месяц волатильность будет более высокой, чем в предыдущем месяце, в связи с какими-то собраниями ЕЦБ, в связи с ожидаемыми решениями по ставкам центральных банков, возможно, какое-то важное решение по количеству смягчений. Ну, допустим, я бы сюда сейчас на момент вспомнил 26 ноября с назначенной датой обсуждения у американцев проблемы фискал-клип, когда будет решаться снижение расходов и в то же время возможная отмена определенных налоговых льгут. То 26 ноября буквально две недели осталось в этом промежутке можно наложить различные профили вашего опциона в более длительном диапазоне. Допустим, хочу выбрать дату 20 по 28 ноября. И мы видим, что, в принципе, профиль убытка не меняется, то есть это 37 и 20 гривны. Единственное, что в зону прибыльности мы войдем, когда фьючерс будет уже не 820 и где-то ближе к 800 или 810 пунктам. То есть вот в таком временном промежутке и при текущей заданной волатильности оплатив 37,1 гривен в зону премии мы попадем в зону прибыльности, когда фьючерс опустится до отметки 800-810 пунктов примерно, если оценить визуальную презентацию нашего профиля цены. Играя с волатильностью, ожидая повышенной волатильности, вы можете внести эту коррективу параметра и таким образом посмотреть, как может повести себя ваш график. Пожалуй, перейдем далее. У нас опять-таки как с позиции покупателя можно выступить продавцом. Допустим, стратегия Short Call. Это продажа опционного контракта Call. Как я уже сказал, здесь есть определенная прибыль, которая считается как премия, полученная за данную продажу. В то же время потенциал убытка он практически не ограничен. Сколько мы продаем опцион Call, то помимо того, как фьючерс может дорожать, размер потенциальных убытков может быть очень большим. Поэтому мы знаем, сколько мы зарабатываем на определенном опционном контракте, но мы даже торгуя в голую, то есть продавая всего-навсего опционные контракты, не страхуя эту позицию никакими обратными сделками, не приобретая допустим фьючерс параллельно для создания той же самой дейтонейтральной стратегии. Да, мы имеем высокую экспозицию, высокий риск к растущему рынку. То есть размер наших потенциальных убытков в таком случае довольно большой. Вот. Да, если вы видите, разработчик стратегии позволяет вам протестировать значение профилей, гаммы, теты, веги, то есть эти показатели, как они меняются параллельно с изменением, пардон, как эти параметры меняются параллельно со значением цены на базовый актив, вот, и конкретно данный момент, что они себя представляют. Вот. Помимо определенных шаблонов стратегии, здесь есть также возможность редактировать сценарий, то есть можно поменять дату исполнения опциона, можно поменять страйк, направление сделки, вот, и фактически, если здесь у нас источник цены, то более, чтобы более консервативно подойти к осмотру этой стратегии, мы будем смотреть или же теоретическую цену, вот, или же последние сделки, вот, они дают более правильное представление о том, насколько реально осуществить сделку по текущей цене, ну, вообще в текущей ценовой ситуации. вот, еще следующая стратегия, более сложная возможно, больше call spread. о чем здесь речь, то есть, благодаря двум разнонаправленным апсалонам, первый это апсалон call, второй это апсалон pull, значит, у нас есть проданный апсалон call, одну секунду, значит, у нас есть проданный апсалон call с 850 страйком и купленный апсалон с 800 страйком, вот, в чем суть этой стратегии, то есть, большинство этих стратегий, возможно, носят сложные имена, но в целом этот разработчик помогает вам визуально оценить весь смысл стратегии. Смысл следующий, мы ожидаем, что рынок будет торговаться в определенном ценовом диапазоне, мы зажимаем диапазон нашего возможного убытка и возможной прибыли за счет двух апсалонов с различными страйками, один апсалон у нас продан, как вы видите, то есть, у нас продан апсалон с 850 страйком, более высоким страйком и куплен апсалон с более низким страйком. Таким образом, при нахождении рынка в районе 810 или 855 пунктов по фьючерсу, наша стратегия способна принести до 15 гривен на каждом апсалонном контракте. Это прибыль. Так, секундочку, то есть, я рассказываю, а люди видят вообще не то, что я вижу, да? Все видят создание доски опционов. Так, одну секунду. То же самое. я вас понял. Теперь видно? Теперь видно. Я рад, а на самом деле получилось так, что я минут на 10 или 15 рассказывал по стратегии, но люди видели одно и то же окно создания диски опциона. Верно получается? Получается так. Надо было раньше ребята сказать мне, чтобы мы немножко потратили время. Я тогда, да, все, я вижу, все видят, да, все видят то, что вижу я. Отлично. Я, наверное, тогда вернусь буквально назад, чтобы упростить ситуацию, иначе мы запутаемся. То есть, разработчик стратегии, да, он у вас перед глазами. Мы выбираем одну из базовых стратегий, то есть, опционы можно использовать в одиночку. То есть, допустим, видение на растущий рынок можно реализовать путем стратегии и он кол. То есть, в чем заключается эта стратегия? Это стратегия приобретения опциона кол. В данный момент с 800 страйком цена такой стратегии это 48,2 гривен за один контракт. Ну, видите, цена меняется, 47,2. Источник этой цены предложения. То есть, если мы купим по рынку этот опционный контракт, мы заплатим за него 47,2 гривен. При этом вот если внизу посмотреть на визуализацию графика, зона прибыльности у нас наступает в момент, когда цена на фьючерс выходит за предел 800-840 получается где-то гривен. То есть, в целом 800-ый страйк плюс цена премии 47,9 да, они дают нам определенную себестоимость. Это стратегия для определенного видения на рынок. То есть, мы ожидаем, что рынок будет расти. Этим образом мы приобретаем колл. Стратегия называется long call. Для людей, которые настроены негативно по рынку, им нужно приобретать опцион put. Стратегия называется long put. Здесь есть базовый расход, то есть, вы платите за эту сделку и цена составляет 40,9 это опционная премия. Зарабатывать деньги вы начинаете в моменте, когда стоимость фьючерса начинает снижаться свыше, то стоимость фьючерса падает ниже 810 пунктов. То есть, по большому счету это равен между страйком и вашей премией. 850 минус 42 вы получили 810. Визуально по графику удобно видно момент вашей премии. То есть, если вы ожидаете, что фьючерс пойдет ниже 800 пунктов, вы вполне можете пытаться заработать деньги, торгуя вот в такой стратегии. Но эта стратегия должна быть согласована со временем вашего опциона. В данный момент дата исполнения нашего опциона это 15 ноября. То есть, буквально менее недели до этой даты ожидать, что мы сможем заработать 150 гривен на одном опционном контракте и при этом цена фьючерса пойдет к 675 пунктам, как по мне сомнительно. Поэтому ваши ожидания прибыли будут меньше. В то же время ожидать, что фьючерс пойдет ниже 810 пунктов это уместное ожидание, поэтому эта стратегия может подойти людям, которые хотят шатить фьючерс, но допустим могут обойтись опционной стратегии. Вот. Да, шорткул это стратегия человека, который хочет получить премию, и в то же время ожидать, что рынок не пойдет свыше какой-то отметки. То есть мы ждем, что рынок будет болтаться на текущих уровнях, то есть вы ожидаете флэтовый рынок или вы ожидаете, что рынок не снижается, поэтому вы хотите просто заработать премию. В таком случае вы просто продаете опцион и получаете премию в размере 13,8 гривен на один опционный контракт. В то же время, как я уже говорил, вы сейчас визуально можете оценить, что по мере роста фьючерса вы очень быстро накапливаете убытки. То есть эта стратегия с ограниченной прибылью, но в то же время не ограниченным потенциалом убытка. Поэтому как по мне, лучше эту стратегию согласовывать с каких-то сложных продуктов, где будет присутствовать еще какой-то опцион и по мере движения рынка он будет нивелировать возможные убытки по проданному колу. Следующая стратегия более сложная, она в себе имеет две сделки. Две сделки проданный колу и купленный колу. То есть мы покупаем колу со страйком 800, более низкий страйк, и в то же время мы открываем короткую позицию, то есть продаем колу с 850 страйком. Таким образом мы зажали себя, зажали порог прибыльности в определенных рамках. Я хочу тоже показать вот такие возможные профили вашей прибыли при такой стратегии. То есть мы видим, что максимальный убыток вас, если вы торгуете одним контрактом, то есть у вас один проданный опцион, один купленный опцион, максимум, что вы можете понести, это выплаченная премия вам и вами. То есть по одной сделке вы получаете премию, это по проданному колу, это 13,8, и в то же время вы выплачиваете премию за купленный кол, она составляет 47,6. Таким образом около 34 гривен это ваш минус при совершении этой операции и вы выходите в зону плюс, когда цена на фьючерсный контракт превышает порядка 830 гривен. Визуально это видно, таким образом у вас есть максимальный убыток, это порядка 34 гривен и ожидаемая прибыльность максимальная она составит порядка 16 гривен. В данный момент получается, что у нас ожидаемый убыток по отношению к ожидаемой прибыли больше, что не совсем комфортно для многих людей, поэтому нужно допустим делать определенную подборку, то есть редактировать количество опционных контрактов или же выставлять свои цены в рынок. То есть цены, которые мы здесь имеем, это цены, которые имеют свою определенную волатильность, подразумеваемую волатильность. Помимо теоретической цены, именно игроки, которые выставляют свои цены, они имеют определенный вид на рынок, особенно если говорить о людях, которые торгуют волатильностью, то они принимают в расчет свои ожидания по поведению рынка. То есть если мы ожидаем, что рынок будет вести себя особо нервно и так далее, то ожидания полученной волатильности отразятся на более высоких ценах. То есть вместо 47,7 гривен за купленный контракт мы бы заплатили возможно больше. В данный момент вот эта цифра она отображает определенные ожидания по волатильности. А сколько конкретно эта волатильность составляет? В принципе в доске обстановки есть один из столбиков одну секунду, на один из столбиков есть также волатильность, которую считает украинская биржа. Да, вот я сейчас добавлю этот столбик волатильности. Мы видим, что по ближнему по центральному страйку 850, волатильность, которую рассчитывает украинская биржа 55,7. Довольно большой показатель, да, но однако мы можем ожидать, что благодаря определенным фундаментальным причинам волатильность увеличится. Таким образом, цена 47,7 закупленной опцион-кол может показаться кому-то и приемлемым. И тот риск, который мы несем сейчас, это, ну, собственно, не риск, а максимальный убыток порядка 33-34 гривен на опционный контракт, но это приемлемый риск данной стратегии. Помимо этой стратегии очень много других, то есть это был больший колл-спред, вот это может быть медвежий колл-спред, но это базовые стратегии, о них можно было детально посчитать, то есть стратегии, которые основаны или на работе с одним опционным контрактом, но на различных страйках, или же это календарные спреды, которые основаны на работе с опционами по различным датам исполнения. Они все вам позволяют во-первых делать какие-то стратегии на временном диапазоне, то есть рассчитывать изменение рынка по времени, во-вторых, это какая-то растущая волатильность в определенные дни, когда вы страхуете основную позицию, в то же время зарабатывать за счет изменения цены как минимум одного из опционов вашей сложной структурной стратегии. В данный момент у нас медвежий колл-спред, стратегия, которая состоит из проданного кола с 800 страйком, более низким страйком, и купленного кола с 850 страйком. Как мы видим, убытки, как запускается фрик, разработчик стратегии, появился у нас вопрос, сейчас я на него отвечу, то есть, опять-таки, медвежий колл-спред, как мы видим, это стратегия, на которой прибыль формируется при снижении рынка, и мы выходим в зону прибыльности, при движении фьючерса ниже 810 пунктов, то есть, это довольно близкая к текущей ситуации на рынке стратегия, ее можно реализовать, если вы ожидаете, что фьючерс пойдет ближе к 700 пунктам, вот таким образом вы можете ожидать, рассчитать на максимальную прибыль порядка 19 гривен на один опционный контракт, при ограничении ваших убытков на уровне 30 гривен, это деньги выплаченные в качестве премии за покупку одного из колок, минус стоимость опциона, который вы продаете, это в данный момент это 35,3 гривны. Да, секундочку, значит, у нас есть вопрос по поводу того, как запустить пик разработчик стратегии, значит, в этих целях мы заходим в папку France, то есть папка, где у нас установлен квик, папка Frank, и у нас здесь есть один архив, он называется StartVlat. Да, все, что вам нужно, это разархивировать этот архив сюда же, в эту папку Frank, и перезапустить квик. Вот, после этого у вас вверху появится меню стратегии, и вы можете начать тестировать различные стратегии, то есть, чем удобно меню, да, мы можем, во-первых, для себя понять, что себе является тайная стратегия, то есть, выбрать как базовые направленные стратегии, например, Long Call, Short Call, Long Put, Short Put, так и более сложные стратегии, которые ограничат как потенциал прибыли, так и потенциал убытков, вот, и позволяют вам делать какие-то более сложные стратегии, которые, там так, замыкают ваше видение в рамках определенной волатильности фьючерса, вот, для людей, которые хотят, там, углубить свои знания, да, и прийти к торговле волатильности, это, это реально трейдинг, то есть, торговую волатильность нельзя назвать, там, каким-то инвестиционным проходом к работе с какими инструментами, то есть, это реально трейдинг, вот здесь нужно следить за греками, так званными, да, Delta, Gamma, Theta, Vega, и в данном, скажем так, чтобы потренироваться в работе этой стратегии, разработчик стратегии тоже идеально подходит, то есть, здесь помимо профиля прибыли вашей стратегии, здесь есть показатель Delta, Gamma, Theta, Vega, вот, как я сказал, Delta, она является коэффициентом фиджирования, она же отвечает за экспозицию по фьючерсовому контракту, то есть, если это 0,6, то на один опцион вам нужно, на один купленный код, допустим, да, вам нужно фьючерсов в размере 0,6, вот, поэтому, если мы набираем, грубо говоря, 10 опционных кодов, купили, да, то при Delta 0,6 это значит, что нам нужно открыть 6 коротких фьючерсных контрактов, вот, таким образом вы можете, изменяя показатели волатильности, да, или с ходом времени, вот, а время у нас идет буквально, у нас есть такой пункт, обновлять рыночную информацию каждые 20 секунд, то есть, в течение дня вы можете идеально наблюдать, как изменяются все греки, да, и параллельным образом отслеживать, как бы вы меняли свою торговую стратегию, то есть, вы бы или открывали больше коротких позиций по фьючерсу, или же докупали эти фьючерсы по мере снижения рынка, и таким образом вы бы смотрели, то есть, цель остается одна и та же, придерживаться Delta 0,6, нейтральной стратегии, да, и, благодаря разработчику стратегии вы можете понаблюдать за этим процессом в реальном времени. Для тех, кто заинтересован как бы углубить свои знания по опционам в целом, да, и очень детальный анализ Delta 0,6, нейтральной стратегии и торговлю волатильностью, я рекомендую учебник Конноли, то есть, он так и называется торговлю волатильностью, вот именно оттуда были взяты два графика, там в основе базового актива лежит акция, но это не имеет никакого значения, то есть, главное понять принцип, да, а вот именно разработчик стратегии, который строил Quick, он позволяет отслеживать изменения и вносить свои изменения в вашу стратегию. После разархивации разработчик стратегии везде запускается. После разархивации нужно закрыть Quick, вам нужно произвести разархивацию и запустить снова Quick. Вновь запущенный Quick, вверху есть меню стратегии, то есть, там отчеты, потом меню стратегии, потом настройки. Вот меню стратегия, вы заходите в создать стратегию и у вас появляется окно разработчика. Значит, если у кого-то есть сейчас возможность попробовать то, что я сказал, то есть, добавить себе этот разработчик, то, пожалуйста, проделайте, хочу, чтобы у вас получилось. Кто сейчас не делает этого, то можно не описываться, просто по новой дате. То есть, еще раз повторюсь, папка Front, это папка в корневом каталоге вашего установленного Quick. Находится архив StatWalab, вы его разархивируете сюда же, в папку Front, и делаете перезапуск Quick. Вверху в Quick появляется меню стратегии, вот, таким образом этот уже модуль работает, вы создаете стратегию. Начать стоит с проработки шаблонов, то есть, вверху слева загрузить шаблон, вот, и важно просмотреть, конечно, запомнить визуализацию каждого шаблона, то есть, помимо того, как вы поработаете с ними, мониторя ситуацию со стороны, вы привыкнете к стратегиям, вы поймете, на какой видении рынка лучше использовать ту или иную стратегию, вот, в целях опробовать, я бы рекомендовал на честь базовых стратегий, грубо говоря, логко по одному опционному контракту по какому-то из текущих фьючерсов, то есть, купили один контракт, вот, посмотрели, как себя он ведет, посмотрели за состоянием вашего ГО, за вариационную маржу, фьючерсов, то есть, ну, эти вещи нужно действительно понаблюдать в реальном времени, на реальном счету, вот, потом можно туда добавить второй опцион, для того, чтобы создать более сложную стратегию, то есть, опцион или с другим страйком, или в противовес купленному колу продать еще один кол и выйти на стратегию, одной из стратегий шаблона, да, можно делать это одновременно, вот, ну, как по мне, торговля волатильность довольно простая, но она является активной стратегией, то есть, это реально активный трейдинг, вот, и что самое важное здесь понять, все-таки нужно пройти теорию по данной книге, и для себя потом понять, на каких этапах производить рефиджирование, потому что это действительно субъективный момент, вы можете ждать ситуации, когда вот если вспоминаете презентацию .B, .Z, которая справа от нее, то есть, вы можете накопить довольно большую прибыль по опционной позиции и в то же время неся убытки по коротким фьючерсным контрактам, однако, в целом, вы будете находиться в плюсе, и вот, собственно, здесь уже появляется, наверное, стратегический момент, это ваше видение, как долго будет продолжаться ситуация, потому что таким образом прибыль вы будете зарабатывать не очень-то и долго, почему-то, потому что по мере увеличения дельты и движения фьючерса вверх, да, то есть, в правой точке B, ваша экспозиция по опционному контракту будет приходить к единице, то есть, на определенном этапе ваша прибыль будет уменьшаться, вот, и все равно, ну, произойти рефижирование нужно рано или поздно, вот, а если мы имеем очень нервный волатильный рынок, то, в принципе, небольших отклонений от точки B, точки, в которой вы имеете дельта-нейтральную стратегию, да, она позволяет вам очень часто фиксировать прибыль, то есть, смысл стратегии постоянной фиксации прибыли, очень чаще вы это делаете, тем чаще вы себя возвращаете в ситуацию безвисканности, то есть, вы обратно на нейтральный к рынку, и благодаря изогнутому профилю опциона, вы можете зарабатывать при любом движении цены, как вверх, так и вниз, просто дополняя вашу стратегию новыми сделками с фьючерсом. Так, с книгой разобрались, еще раз произнесу автора, это Конноли торговлю волатильностью. Руслан здесь поделится уже ссылочкой. Да, я на этом предлагаю заканчивать, собственно, очень много информации, как по мне, что такое абсолютно понятно, понятно, наверное, что можно использовать отдельно один опционный контракт, можно делать более сложные стратегии, то есть, даже на нашем рынке, независимо от того, что вы ожидаете по цене бумаги, имеется спот-рынок, ваши нарекания на ликвидность и так далее, по опционам можно реализовать совершенно другие уникальные стратегии, совместить в такой стратегии и опцион, и фьючерс, и возможность хеджирования, в том числе, и купленных ценных бумаг. Поэтому действительно интересный инструмент, если в нашей наху будет развиваться более активно, действительно, больше игроков перейдут в этот сегмент торговли, потому что здесь есть, скажем так, уход от специфических корпоративных рисков, рисков там, выноса или залива на биржевой терминологии определенных ценных бумаг ввиду корпоративных новостей, то есть в опционах и в официальной торговле эти вещи все сглажены, то есть это более обширная репрезентация рынка в целом. Поэтому для многих людей эти стратегии могут показаться действительно более выгодными. Но с другой стороны эти стратегии они требуют более тщательной проработки, то есть здесь больше математики, как по мне, поэтому не все так просто, это просто купить акции и Моторсичи, ждать, что благодаря тому, что очень хорошая компания эти акции подорожает, то есть здесь банальный подход. В опционах все-таки приходится прираскидывать мозгами, определять определенные цена, ну и во всяком случае моделировать ситуацию разработчики стратегий. Если у вас остались вопросы на текущий момент, я прошу их прописать сейчас. Если нет, то я думаю как-то в ближайшем будущем можно будет более развить эту тему, хотя как по мне нужно работать индивидуально, то есть посидеть разработчики и в индивидуальном порядке разобраться с этими стратегиями. Я выхожу из эфира, если есть вопросы, то мы продолжим на них отвечать уже в порядке переписки в чате. Продолжение следует... Уважаемые участники вебинара, я еще с вами. Здесь наш сотрудник Алина сбрасывает вам ссылку на грядущий вебинар 14 ноября. Называется «Время после выборов экономический прогноз». То есть кому интересны фундаментальные вещи в нашем рынке, то есть можно будет ознакомиться во время этого вебинара. Также я вас лично попрошу оставить свои замечания касательно сегодняшнего нашего занятия. Что было непонятно, какие вещи вы хотите еще узнать. То есть тема является сложной и восприятие ее, наверное, все-таки зависит от того, насколько как данного в рынке, работали ли вообще с срочным рынком, наверное, какой-то математической подготовки. То есть мы попытаемся учесть ваше пожелание в подготовке следующего подобного вебинара, чтобы он более доступен и всеобъемлющим. Поэтому пожалуйста в секции вопросов или пожеланий пишите вот эти заметки к нашему следующему занятию. Я вас благодарю, спасибо, до скорых встреч.